Печень болит, желудок болит. Мы типа там пеленки стираем, в стиральной машине крутим в хуйню. Как не ебануться вообще в том, что происходит? Нормальных людей нету. Панк, музыка, невроза. Привет, минчане и им, сочувствующие сябры, все люди земли, которым не все равно, что происходит в музыке подземельных смыслов и порогов. У нас в гостях сегодня лекари человеческих душ музыкой Тимур Яналеев и Кирилл Сосед. Очень рад видеть вас, ребята, ведь я видел вас последние полтора дня и мне вновь приятно. И увидишь еще полтора дня. В студии Визина, ну точнее в этих прекрасных стенах социально-культурно-субкультурного центра, который мы, естественно, не назовем, не обозначим его адрес, не скажем ничего, просто позволим вам насладиться его чудесной акустикой. Что ж, сегодня мы разговариваем с вами не как с талантливыми, знаменитыми, легендарными личностями, а как с музыкантами групп Аутодафе и Затмим, в которой вы оба, Затмим, участвуете. Дебютировали в этом городе вы дважды. Оба раза, то есть в этом городе впервые. Оба коллектива впервые сыграли в городе Минске. Это традиционная система задать вопрос, ну как прошел вчерашний вечер. Рассказывайте, делитесь впечатлениями. У вас они были довольно полярные, насколько я помню. Биполярные. Ну так рассказывайте. Ну как по мне, мы выступили очень хорошо. Причем как бы и в первом, и во втором случае. Затмим у нас был кое-какой дискомфорт, связанный с мощным звуком, но в целом мне вполне понравилось, да, потому что мы не привыкли играть на мощном звуке, ибо мы репетируем в маленьком чулане с картонными стенами, да. Правильно говорю? Да, да. Ну а вот и дофе мы уже, в общем-то, за годы нашей профессиональной карьеры прокачались, и мы можем уже на любом звуке играть, сотрясать любые залы, любые подвалы, гаражи особенно, казематы и прочие, не приспособленные для концертов помещения. То есть мы, по сути дела, уже перешли в такую полупрофессиональную лигу. Вас понял. И это вот интересный вопрос с продолжением, но хотелось от Кирилла узнать, ты перестал чертыхаться со вчера, ты был так... Я вышел, короче, на сцену пьяный, сразу на сцене начал метаться, микрофон не поместился на сцену, я его начал шатать, потом снял его со стойки барной, начал в него орать, он выключился, а потом я от тебя расстроился, что он выключился, но в принципе получилось неплохо, потому что динамика была, и я вот тудафаю, потом хорошо выступил. Да, и спасибо еще замечательным местным группам Радио Рэй и Свинсити за то, что обрамили этот психоэмоциональный надрыв, взрыв и космический материя в свой прекрасный сет, что с начала, что с конца. Так что, Минск ты молодца, всегда радостно быть здесь, и люди в принципе, ну, кайфуют, насколько я понимаю, так что кайфанули и мы. Так вот, расскажите, господа, вот к разговору об этом полупрофессиональном каком-то подвально-эстетском вот этом, да, манере какой-то вот лиги, в которую вы себя сейчас поместили, Тимур. Полупрофессиональный. Полупрофессиональный. Это относительно стадионных рок-групп имеется в виду. Вы? Да, мы движемся в сторону мейнстрима, причем, естественно, не российского, а такого галактического. Джетро Тулл он имеет в виду. Ну, да, вполне. Или просто Тулл? Нет, Тулл нет. Как последнее? Джетро Тулл, да. Никогда не слышал группу Тулл, признаюсь, она вообще официально. И не ждал нового альбома? Да. Я не ждал. Не ждал. Но слышал, что все ждут. Да. И вот каково? Ты слушал? Я слушал несколько раз, вот ехал после работы, засыпая, и очень хорошая такая музыка для сна, в принципе. Она меня, ну, четыре раза пытался послушать альбом, и до конца не дошло, потому что я засыпал. Они очень хороший такой медитативно-снотворный эффект создали. Классный клип, где куклы из ящиков вылазят. Больше ничего не могу сказать по этому поводу. То есть, с твоей стороны, Кирилл, визуальная составляющая, в принципе, обнадеживает. Если я уже вижу цвета, то меня это устраивает. Плохо, когда цветов не видишь. То есть, ты визуал, по сути? Нет. В творчестве? Я такого не говорил. А по жизни тогда? Аудио? По жизни я не визуал и не аудио. Что же ты? Что же ты такое? Я чудовище! Я тебя понял. Ну, мы виделись этой ночью, так что все хорошо. Так вот, расскажите тогда, друзья, к вопросу о том, кому это нужно. Кому нужна ваша музыка в 2019 году? И тут подходит момент! Пам-пам-пам-пам! Тимур? Дело в том, что вот группа Auto Da Fe уже достаточно много играла концертов. У нас есть альбом. Но до сих пор очень сложно определить, кому это все нужно. Потому что интересный такой феноменальный аспект. Мы люди, которые там 15-20 лет назад начинали играть. И, естественно, по какой-то экспоненте люди приходили на концерты. То есть молодежь в основном становилась все больше и больше. Потом был определенный такой период затишья, в котором мы начали сначала репетировать. То есть прошло несколько лет. И когда мы уже вернулись в строй, уже многое поменялось. Естественно, сцена раскололась в значительной степени. И очень сложно определить сейчас людей, которым мы интересны. Потому что мы не вписываемся уже не в прошлую какую-то канву, потому что группа новая. А, соответственно, в новой мы еще только определяемся. Но в этом есть определенный такой момент куража. Потому что мы еще не знаем, куда дальше вообще нас тропа заведет. А затмим же... Тут скажет маэстро. Пусть скажет маэстро. Я буду менее богословен. Я скажу, что группа Затмим первая на споте. Спасибо. А к слову тогда, какую аудиторию ожидать? Это скейтбордисты молодые? Те, кто успел первый на спот приехать, те будут первыми слушателями группы Затмим. Потому что спот – это не какое-то эфемерное, непредвзятое понятие человеческого безумия. Спот – это то, что рождается группами на крышах и в тенях ночных магистралях пролетает тебе в голову или между ног. Но при этом под крыльями бетонной птицы еще все это... Главное, чтобы она не махнула, она может и голову снести. К слову о мейнстриме, раз уж мы говорили о том, чтобы оказаться первым на споте. При всем этом жизнеописании вашего коллектива не стоит умалять факт того, что все уже довольно взрослые люди. Каждый обременен или вдохновлен своими личными проектами, жизненными какими-то путями и прочими, собственно, необходимыми элементами жизни взрослых состоявшихся людей. Насколько вообще легко или возможно людям за ЗО и так далее, будучи в этих подвальных пределах, и продолжать заниматься музыкой и стремиться к ревайвалу, к какому-то ренессансу творчества, чтобы этот маховик замахнулся и снова пришли толпы людей в эти подвалы, наводнили их, прорвали и вылезли на улицу. Вперед, сосед, давай. Я говорю, все очень хорошо, печень болит, так и должно быть, желудок болит, так и должно быть, но когда я прихожу на концерт или тусуюсь в клубе, или, например, дерусь, что уже в последнее время случается очень редко, вот тогда-то и надо, блядь, выкачать все дерьмо, блядь, и жир-то, и печень, и сдувается из желудка, вся желчь вырывается, и тут ты чувствуешь себя живым, даже зооастрийской историей. Ну, в этом есть определенный такой драматизм, находиться в казематах, постоянно где-то там в туннелях, как крот, рыться, это, ну, скажу откровенно, это все сложно и морально, и физически, но вот именно вот этот драматический момент, что ты находишься в состоянии на грани между жизнью и даже, ну, не побоюсь этого слова, громкого смерти, да, потому что бывают такие состояния периодически, что ты думаешь, что не вывезешь вообще абсолютно все это дело. Вот, но как раз этот драматический момент и делает наше творчество максимально реалистичным. То есть оно не выдумано, оно не является каким-то костным таким копированием, да, каких-то там прошлых творческих продуктов. А чем реализм? Ну, потому что ты живешь и творишь, и работаешь как бы в таких сферах, ну, как первопроходец фактически, да, то есть в какой-то такой внутренней тайге оказываешься, в мерзлоте. То есть это, ну, я не знаю, на уровне аутодофе точно совершенно и репетиции, и концерты, и наше общение и так далее, это такое очень многомерное, очень глубокое явление, да, которое не назовешь простым. И вот это мне и нравится как раз, потому что я люблю страдания, я люблю мучения, вот. Ну, в принципе, все мои предыдущие проекты, они начинались вот с этого. С катарстической природой. С катарстической природой, без слов. С катарстической природой, без слов, я не знаю, назвать ли это старославянским словом тренд, или отнестись к этому как к какому-то коллективному сознанию. Коллективному симптому. Вроде того, вопрос политической повестки, какого-то, ну, трансформирования реальности, происходящей в обществе, к примеру, ну, лирику свою или какую-то, да, жесты, как творцов, там, искусства. В вашем случае обе группы, в принципе, держатся от этого особняком. То есть, вы, как бы, не, там, лозунгами, транспарантами, как бы, обрамляете свое творчество, а, скорее, какими-то, там, смыслами над и под, но своими. Насколько вот это, как сказать, ну, не то, что сознательно, насколько вы сознательно избегаете каких-то вот пересечений с реалью, и, вот, ну, сегодняшней, и стараетесь о вечном, скорее, представить. О, посмотрите. Или же это очень сугубо личные проекты. Посмотри, тексты засмим, они все про эфемерные химеры, но загляни за строки, там все есть. То есть, это, как бы, витает в воздухе. Я пишу про вещи понятные и очевидные, но вкладываю туда метафоры и смыслы, которые пересекаются со всем, что происходит вокруг. Это витает в воздухе, и оно чувствуется в текстах, я в этом уверен. Ну, во всяком случае, это можно почувствовать. Так, я бы сказал. Понял, Тимур. Я вот думаю, что метафора воздействует на сознание гораздо глубже, чем какой-то призыв, лозунг. Хотя, на самом деле, я считаю, что, ну, лично я максимально придерживаюсь уже многие годы такой анархической палитры в своем мировоззрении. Ну, а я хожу глубже в философию, да, анархия, философию, насколько это может быть вообще реалистично, утопично. То есть, это такой вот момент, ну, достаточно сложный. Но вот свои политические взгляды я вот именно как анархизм воспринимал всегда и до сих пор воспринимаю. То есть, у меня даже уже нет внутреннего диалога на эту тему. То есть, это само по себе происходит. Что касается вот именно моих текстов, там очень много вот сегодняшней повестки вообще вот в цивилизации, да, то есть вот то, что происходит, то, что вот в этой пирамиде, да, происходит и так далее. И как раз некие метафоры, некая такая вот, ну, псевдо-религиозность, да, вот скажем, моих текстов, она вот, на мой взгляд, ну, то, что я вот планирую, да, она воздействует на сознание глубже, да, то есть человек освобождает от неких идеологических догм, да, потому что, в принципе, ну, все уже достаточно точно, наверное, понимают вообще в массах, да, что любая идеология, она не работает, по большому счету. То есть, загоняя человека в определенные тиски, там человек и находится. Коллективный симптом безликих масс, с открытыми ртами вместо ясных глаз. Слово об этом. Как, насколько вы вообще в данный момент, на сегодняшний день сопряжены исторически, социальными, какими-то любыми коммуникативными связями с вот сегодняшней сцены, назовем это сцены, что происходит в ней. Являетесь ли вы какими-то активными авторами, акторами или наблюдателями со стороны, или уже арбитрами, как бы, происходящего. Как вы себя воспринимаете? Помимо того, что мы первые на споте, Тимур расскажет еще. Если я правильный вопрос понял. Диайвай комьюнити Россия СМГ в вашем случае. Ваши отношения, ситуация, участие в... Ну, вот исторически так вышло, что я всегда, как бы, создавал такое свое небольшое сообщество. Ну, играл в нескольких группах постоянно. Вот, собственно, вот эта потребность, этот атовизм, он сохраняется до сих пор. То есть я такой человек общины. Вот. И для меня, вот, может быть, я сейчас скажу такую вещь циничную, что ли. Да, для меня это и есть сцена. Те люди, с которыми я непосредственно общаюсь, занимаюсь музыкой, любой другой активностью. Ну, сейчас преимущественно музыкой. Для меня и есть эта сцена. Я ее вообще не определяю, как российскую, там, СНГ, тем более, и так далее. Что касается вообще групп, да, то есть вообще... Я, честно говоря, постоянно нахожусь в состоянии анабиоза. То есть я могу быть на концерте, мне может даже что-то понравится, я могу что-то слушать. Но как будто бы я не присутствую во всем этом. То есть вот это уже много лет происходит. Это не потому, что все неинтересно, все вторично и так далее. Хотя и это тоже. Вот, потому что я такой сам по себе. Вот так я создан таким достаточно аутичным человеком. То есть я вообще не понимаю, что происходит вокруг, что вообще за фестиваль происходит. Где я? Где я? Ну, вот да, я даже, ну, не знаю, на любом концерте, даже на своих концертах, я могу во время сета чувствовать, вот что я присутствую, да, вот в зале. А вот после уже нет. Как будто бы испаряется. Социальная диреализация. Спирит спиритозный выветривается. Понял. И это, ну, то есть стоит воспринимать, когда-то. Нет ощущения, что это какой-то рок-синдром? Тебя в нем... Нет, нет, это, ну, мой профиль психологический. Понял. Сложно сказал. Я люблю сложно говорить. Это же интересно. Ну, а иначе зачем? Это же словобудие. Школа трипологии. Слово о словах и прочее. Нет, я серьезен в данном случае, то есть нет, это трипология. Нет, 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 я это просто так называю, но это наука. Давай, Влад, я в ней двое, но тем не менее. Далее, сразу, чтобы, ну, опять же, закрыть вопросы, вот, сравнительно, компаративистике этой всей, к слову о группе затмим. Копротивистика заключается в том, что многие скажут, вот, ну, затмим, да это же, как бы, ну, вот... Говно. Нет, даже нет совсем так. Это же, типа, это же, как особые условия, только, вот, ну, как бы, там... Только лучше. Да, вот только что это, вот, то есть это продолжение традиции, желание, чтобы это дело жило, или желание как-то трансформировать то, что... Да, это новая, вообще, хуйня. Ну, особые условия были, особые условия, охуительная группа была. Сделали, сделали, развалилась, развалилась. Переслушайте, потом, через пару лет, еще раз особые условия. А сегодня, ну, сегодня, возможно, через, там, месяц, через два, когда вы послушаете это интервью, может быть, через год, послушайте альбом «Новый затмим». Он тоже хорош, даже, я бы сказал, лучше, чем альбом «Особых условий». Я уже слышал, как он сводится. И, знаешь, специи и приправа, которая сыпется на язычок, бодрит. И обнадеживает. И обнадеживает, сто процентов. Так что, сейчас жмем это дело, выпустим. И вот тогда «Затмим» родит своего дьявола, который уже несколько тысяч лет собирается родиться. Еще до Христа его придумали, демона «Затмим». За раз триста, кстати, придумали. Да. Это вот по поводу творчества. По поводу творчества в целом, в данный момент, в этом, в этом, в этом всем. А как вы находите вообще в повседневном творческом пути или ином вообще силы и ресурсы? Изменился ли подход вообще? Вот со временем, через ваши 20 тысяч музыкальных проектов, то, как вы подходите к тому, что вы делаете, что вы создаете. Как-то, ну, новая школа может быть какая-то, жизнемузыкальная. Что-то, ну, меняется у вас? Раньше я носил с собой блокнот, и мне нравилось писать на нем ручкой. В последнее время все больше пишу в заметках на телефоне. Вот так изменилось. А в целом все так же. У меня ничего не поменялось за 20 лет вообще. У меня возникает творческий порыв. Я даже это вдохновением не могу назвать. Раз где-то в полгода, раз в год, возможно. И тогда я становлюсь на некоторое время одержим либо какой-то музыкой, которая вот как бы требует, чтобы я уделял ей внимание. При этом неважного, например, я приезжаю домой в час ночи после работы, вообще не в ресурсе. Стоит гитара. Я обычно ее вообще не трогаю, потому что вот она где-то даже в каком-то интервью говорила, она пылью аж покрывается, огромным слоем. И тут что-то происходит и заставляет меня ее брать в руки, и я сижу там в три ночи, я уже понимаю, что мне там в семь-восемь утра вставать, а я сижу играю. С текстом происходит приблизительно то же самое. То есть вот когда возникает идея, возникает какой-то мотив, и если это действительно, ну, оно должно родиться, то я становлюсь заложником этой идеи, да, я становлюсь заложником этого проекта, да. И что будет, я не знаю. Всякий раз я как бы как в последний раз, но это, конечно, так громко звучит, я вот думаю, ну вот все, после этого уже я вряд ли что-то сделаю. Ну, то есть я не живу творческой жизнью, да, потому что в основном моя жизнь достаточно предопределена, да, то есть такое веретено она представляет. И вот такого вдохновения, вдохотворенности, как Кирилл, допустим, я не ощущаю. С чего ты взял, что у меня есть вдохотворенность. Есть, есть, есть. Я просто ушами шевелю. Ну да, он может быть способность на экспромте, как бы вывозить многое всегда и очень даже на пользу. Это как бы такая неотъемлемая часть тебя, Кирилл. Как это шевеление твоими ушами в данный момент? Это просто, ну, подход, это психотипическая, как бы такая история. То есть это то... Архетипическое. Архетипическое. То, как ты относишься к окружающему вообще в принципе. К этому вот как раз хотелось бы добавить, может быть, даже не знаю, официальное заявление или что. Во многих субкультурно ориентированных медиа при любом упоминании, там, групп, будь то Рикошетбард, Болосатый Али и прочее. Болосатый. Все говорят о том, что, ну, многие люди пытаются стремяться как-то уязвить, упрекнуть проекты твои в излишней нагрузке над смыслами или каким-то, да, космическим пафосом вселенским. Есть что этим людям, может быть, сказать, наконец, от первого лица, чтобы развеять, может быть, какие-то мифы о том, что ты сидишь у себя в какой-то лаборатории, выдумываешь ламантины, как бы в аквариумах придумывают сочетание слов, которые ты потом будешь использовать. Да, и как бы по итогу рождают то, чтобы бесить людей тем, что они не могут понять, зачем это. Ну, я могу сразу на широкую аудиторию сказать, что они правы абсолютно. Это действительно, действительно не то, чтобы задумывается, просто и в конкретном общении непосредственно с людьми я, наверное, достаточно многослойно смысла образую. Да, это не потому, что вот у меня какой-то мощный такой интеллект. Скорее, да, в этом есть какая-то часть резонерства, такого словоблудия, то есть такого юродства. Ну, мне это как-то близко, в принципе, да. То есть понятно, что кому-то это, ну, слишком сложно, слишком непонятно, вот, но это вот мой личностный профиль, он отражается в музыке всецело, то есть я вообще ничего не фильтрую. То есть после того, как я уже все сделал, я даже не обращаю внимания на то, что получилось, то есть я не пытаюсь это обдумывать, да, то есть сложно получилось, наворочено. Допустим, через какое-то время я переслушиваю ту или иную песню и соглашаюсь с оппонентами, так называемыми. Ну, вполне это наворочено и сложно, но я, как этому увожу, что, в принципе, панк-рок на трех аккордах, он стал попсом, то есть все то, что играли там десятилетия назад, играть сейчас, это, по сути дела, ну, копирование, да, то есть клиширование, любишь слово. Я хотел сказать, но ты меня опередил. Вот, поэтому, если ты играешь, там, выучился, играя там три грязных аккорда, как какая-либо еще группа, да, вот, то это и есть поп-музыка получается. А если ты создаешь какое-то такое вот совершенно непонятное, абстрактное, ну, может быть, в моем случае там навороченное нечто, да, то это уже вот начинает раздражать, то есть в этом есть определенный дискомфорт, то есть человек сходит с ума, пока он слушает 15 минут той или иной песни, да, он говорит, зачем это, к чему это было, зачем так сложно, ну, и ты так чувствовал себя, да, когда играл? Да, но я помню, как Влад, я человек наблюдательный, потому что профессия меня обязывает, я видел, я чувствовал, как тебе было сложно. Так точно. Да, но в этом и есть вот как бы основной атрибут панк-рока, мне кажется, что человеку не должно быть комфортно в этой музыке, то есть это не должно быть как в Макдональдсе саундтрек, да, ты идешь в туалет и играет, что там играет? Расслабляющая музыка. Расслабляющий поп-панк. Да, ну, поэтому, как бы, не знаю, любой там грязный трехаккордовый хардкор, панк там и прочее, 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 вообще все стили абсолютно, если это уже было там тысячи раз, ну, вот это и становится как бы новый поп-парадигм. Вот если ты ищешь, да, ты там что-то высекаешь постоянно, там этого голема создаешь, быть может, вот и в этом панк. Но вот я так это рассуждаю, вот внутри себя об этом таким образом. А внутри, в момент сочинения этих космических материй не существует ли у тебя, у тебя существует собственный дискомфорт во время создания этого, или это твое естественное состояние, которое ты с наслаждением как бы созидаешь, даришь миру и следишь за этой реакцией, потому что ты говоришь о том, что ты не фильтруешь творчество, но тем самым как раз-таки получается это социальный фильтр происходит, кто поймет, кто врубится, кто отвернется. Мне кажется, да, что ты сознательно, пытаясь влететь в мир мейнстрима, как было сказано в начале интервью, ну, понятно дело, но к тому, что сочиня этот стадионный мощнейший рок, да, который на самом деле должен звучать из стадионов, кажется, но он на таком звуке, даже здесь в помещении на 60 человек как бы это звучало как будто это олимпийский какой-то, то есть там все громыхало, стены гремели и обрушались, в общем, кирпичи какие-то очень призрачные, в итоге не должно ли это прийти к тому, чтобы все-таки люди услышали, большее количество людей услышало, большее количество людей узнало. Какой-то вот… От нас не зависит там ни от меня, ни от Кирилла, я думаю, кто это вообще будет любить, кому это будет близко, то есть мы это не определяем, мы это не определяем, то есть об этом думать, в принципе, бессмысленно абсолютно. Да, было бы здорово, если бы группа развивалась, группа наша развивались, там, не знаю, выходили какие-то обширные такие плоскости, да, когда больше людей это все воспринимает, анализирует. То есть в этом и есть как бы определенная воинственность наша, да, то, что мы не хотим существовать где-то в андеграунде, и чтобы нас, значит, сверху нас налипали там всевозможные вот эти вторичные вторсырье всевозможные. Первое на скоте. Первое. Ну… Нет, мы первое на скоте. Нет, может быть, и на другом сходе кто-то первое на нашем. Но мы на самом деле никто не определяем, что будет дальше, то есть вот как оно будет складываться, то есть нормально вообще любой сход. Даже когда не получается, когда все обречено, да, то есть осознавать то, что это обречено и что это вообще не интересно и что это никому не зайдет, это тоже, ну, абсолютно нормальный жизненный вариант. Мы чемпионы параолимпийских игр. Скажи, мой радостный скиновский тигр, что со скиновской сценой происходит нынче? Что я снимаю. Почему все, да, почему, вот, почему все скины загрустили, почему столько меланхолии в сцене, почему французы играют со своими дилеями, свои, в общем-то, минорные, в общем-то, аккорды романтичные? Что происходит? Все очевидно. Скины взрослеют и задумываются о бытии, и бытие, оно, в общем-то, совершенно не прекрасно. Естественно, ты уже не думаешь о пиво, ой, и развлекухе, а думаешь о том, что, блядь, что-то не то. Да не то чтобы не то, блядь, хуй знает его, экзистенциализм, блядь, пор фавор. Французский ложится на это чувство наиболее. И, конечно же, все знают, что самые главные декаденты были французами, и то, что поднимают этот флаг новые, веселые, пять лет веселые назад скины, нынче грустящие, это всего лишь повторение цикла. То есть будет подъем, и вновь грянет. 20-й год прошлого века, 20-й год нового века, пора возродить... Проклятых поэтов. Проклятых поэтов. Я даже не знаю, как парировать этому, это так прекрасно, просто усладывали уши. Так расскажи вообще, а чья была инициатива изначально задным образованием? Ну, кстати, я помню хорошо этот день, после распада особых условий, какое-то время мы даже не общались. Ну, просто каждый был в своей кутерьме, да, так, может быть, там переписывались, редко виделись. И у меня дома есть очень странная бас-гитара, такая вот советская, да, то есть какая-то деревянная. А, самодельная вообще, то есть там гриф какой-то из дуба, там такой, а не из березового полена такой сделанный. И она звучит очень ортодоксально, как-то очень мрачно, страшно, да, вот. Ну, нельзя назвать это музыкальным инструментом непосредственно, что-то в этом есть. И я на дорожении овала, кажется, поделился с Кириллом вот этой вот вестью благой, что у меня есть артефакт, который звучит очень мрачно, и было бы неплохо что-то сделать, попробовать. А Кирилл мне говорит, а я как раз тоже хотел тебе предложить что-то попробовать, снова вместе делать. Ну, потому что вот еще во времена особых условий у нас такой уже некий тандем образовывался с ним. Ну и потом мы встретились и пошли каким-то зимним вечером в Порос, кажись. К Сюзане Христофоровне. К Сюзане Христофоровне. Вот. И там у нас родилась эта идея. Причем вот на этом нижнем ярусе, где вот эти вот аутентичные обои психоделические, советские, вот такое все, значит. И было ощущение, что вот ты в этом андеграунде находишься, и вот там надо начинать что-то делать, надо катализировать процесс. Ну, если это было, ну, проект задумался достаточно давно, с учетом того, что ОУУ распались-то давненько. Ну, это было, по-моему, через несколько лет после распада. Через два-три. Через два-три. Через два-три года. Ну, уже пару лет мы рождаем это. Да, но у нас на самом деле было несколько уже составов, более того. Ну, как минимум два таких больших состава. Вот сейчас нынешний состав – это второй. Поэтому мы как бы долго это вынашивали, мы что-то пробовали, репетировали, нам это глохло. И вот в нынешнем воплощении с Валерой из группы Рикошет, была такая, с Максимом, который тоже много где играл, мы вот как раз и вот как-то загустело это вот в правильном состоянии. Загустело. Да, это уже можно употреблять. Чудно. С ложкой тянущейся дергкой. С этикеткой «постой» и вот «постфактор», юмористически ироничный. Он все-таки имеет какое-то право на жизнь? То есть это достаточно, хоть и при юмористической всей своей основе, но описывает как бы происходящее, что бы вы хотели делать? Что для вас, как группа «Затмим»? Это какой-то эксперимент на несколько там релизов, или это то, что вы хотели бы нести, как знамя такое, такое метафизического, скиновского вот этого фидбэка, мрачного? Хорошо говоришь. Оставим эксперимент доктору Фурнкенштейну, особенно доктору Скинхаду, пусть он с ними разбирается. Будем делать, что делаем, и пусть будет, что будет. Я не думаю, что когда ты делаешь группу, ты в принципе должен сначала изначально думать, что ты должен создать, например, звездой размером с Африку. Либо ты должен быть ничтожеством и жрать грязь. Ты должен делать, что ты делаешь. И если ты делаешь это нормально хотя бы, то нормально будет. Если ты делаешь что-то хорошо, что нужно постараться сделать, то и получится побольше, чем Африку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как вообще в этом плане соизмерять свои желания и возможности, будучи занятыми рабочими, супружными, мужчинами, у которых есть столько обязанностей и необходимых задач, что у вас еще и по два проекта, а иногда бывает по три. Влад, ответ на твой вопрос лежит вне плоскости ответа на твой вопрос. Глупо отвечать на него. Ну что ты хочешь услышать, что мы типа там пеленки стираем, в стиральной машине крутим хуйню. Делай, пока делается, и гори, пока горит. Тлеть всегда успеется. На том и мир стоит. Замечательно. Это я хотел, собственно, от вас услышать, уважаемый. Такой терапевтический импульс прямо в сознание. Поэтому, Тимур… Главное, не поделитесь. Раз уж, ну это понятно, поделитесь. Киндер делитесь. Просто наехал на тебя. Ну это понятно, я хотел этого. Соответственно, к вам, Тимур, как профессионал затронул буквально на минутку, в общем-то, поле вашей игры, рабочей, скажем так. Как человеку в современном мире, молодому и не очень, среднего возраста и достатка, как не ебануться вообще в том, что происходит? Есть ли у вас какой-то совет людям по тому, как существовать в современных реалиях, где кажется, что каждый первый встречный сходит с ума так же, как и ты? Как себя в этом всем сохранить? Ну, во-первых, вот этот процесс я тоже наблюдаю, насколько интенсивнее все это становится. В моем окружении, ну, не знаю, там, если судить, там, по тому же самому фейсбуку, пресловутому, тысячу человек, и, наверное, буквально каждый когда-либо ко мне обращался с вопросами вот бытия, да, то есть, что что-то происходит не то, не так, да. И это нормально абсолютно, потому что это поиск, то есть, человек начинает испытывать вот этот процесс, это тяжело, да, то есть, я стараюсь людей поддержать, но, в принципе, 80-90% случаев говорят, что это естественный совершенно процесс поиска себя, да, то есть, вот, как не обезумить, там, не сойти с ума, но ведь это процесс, который ведет тебя к естественному состоянию своему, да, то есть, ты как бы в этих ролях, в этих масках, которые не осознавал большую часть своей жизни, да, то есть, с самого детства нас начинают нашпиговывать какими-то определенными догмами, да, плюс как бы и генетически очень много вот в психическом отношении передается, да, вот какие-то таких вот уже традиций, да, в какой-то степени, вот насколько они тебе подходят, насколько они вообще релевантны, насколько адекватны, очень часто неадекватны вообще. Соответственно, наши образы, наши ипостаси, вот неврозы, по большому счету, это вот те самые маски, которые отслаиваются, да, и это происходит болезненно, потому что это привычно, да, то есть, вот некий болезненный образ, который тебе не соответствует, который тебя вообще никак не устраивает, но когда он отпадает, вот в силу кризиса, вот, ты не знаешь, что за ним, да, а за за ним затмим, нет, за ним, за ним там, это вообще уже очень интересная такая феноменология появляется, что за нашими масками, что за нашими образами, да, они неминуемо вот сейчас, вот, чем это время действительно интересно, да, то, что у нас это все отваливается очень интенсивно, не работает, не срабатывает, да, то есть, очень сложно сказать, я есть и так далее, да, а я азм есть задмим, а там вроде как ничего нет, и вот в этом основной прикол, да, вот слиться с некой такой пустотой, посмотреть, что будет дальше, как ты будешь проявляться, вот в своем естественном состоянии ты вообще лишен скепсиса, каждый из нас переживал в жизни эти мгновения неоднократно, да, то есть, когда, ну, я не знаю, это, это может происходить как угодно, когда угодно, во сне, наяву и так далее, в ясном, замутненном сознании это может происходить, когда ты не испытываешь никакого скепсиса по отношению к себе и к жизни, да, то есть, ты ее чувствуешь вот во всей ее полноте, хотя она вся та же самая жизнь, да, стены вот черно-белые, да, то есть, друзья, ну, в общем-то, уже исследованы, изучены, но ты начинаешь любить все, да, то есть, какая-то полнота происходит, это вне, вне вот наших идентичностей происходит, поэтому чем больше мы сливаемся вот с состоянием внеобразности, тем легче, ну, вот так я считаю. Не становится ли сложнее в этом плане, там, музыкотворчество и существование вот людей в этой общине, как в свое время ты сказал, панк-музыка невроза, там, невротиков по сути, то есть, это освобождение не ведет как раз людей, было дело, я тебе приведу даже ссылку, даже распечатаю и пошлю письмом. В общем, это было… Материально заверить надо. Это было именно материал о распаде рикошет еще тогда, пять лет назад, и вспомнишь уже, по-моему, четырнадцатый год это был, и в этом пресс-релизе ты упоминал именно прямым текстом то, что говорилось, панк, музыка, невроза, и нормальный человек туда никогда не пойдет. К слову, об этой интересной цитате, которая западает, действительно, потому что кому нужно быть в этом всем, если ты доволен жизнью и не ищешь каких-то ответов на вопросы, которые никогда не можно найти. Смотрите, довольство жизнью, вот именно когда ты вообще с этой жизнью не в контакте, это все-таки стагнация, то есть, если сейчас тебе очень хорошо, но это такое статичное густое состояние, не факт, что завтра будет точно так же, потому что сейчас интенсивно все меняется, все разъезжается в разные стороны. Что касается неврозов и всяких расстройств личности, у представителей сцены, да, это классика. То есть, нормальных людей нет, не существует в этой сцене, причем во всех странах это так. Ну, я общался и в турах, и так, когда вписывал иноморцев и так далее. Мы над этим разговаривали, да, у каждого какой-то есть внутренний конфликт, который можно назвать неврозом, и это и есть вот тот самый поиск болезненный, да, то есть, когда он прекратится, тогда, может быть, и не будет той самой жизни, которую мы ищем. То есть, вот начнется процесс стагнации. В нашем путешествии до славного города героя Минска, в наш очередной метафизический, психоаналитический вот этот дискурс ворвался как-то Кирилл с вопросом интересным, давеча. Он сказал, я вообще не испытываю вот этого чувства, как ранее называлось, меланхолии или депрессии. Я не понимаю, потому что ты говорил о том, что ты не копался, не пытался заниматься этой саморефлексией, которая тебе, в принципе, как-то, ну, она не то, что чужда, она непонятна тебе. И нормально ли это, не обращаться к саморефлексии в своем жизненном как бы вообще путешествии. Вот этот момент, то, что вот эта неискончаемая энергия и мозг генерирующий какие-то новые смыслы и рифмы, это же тоже, ну, как бы часть тебя, да, и при этом для тебя это кажется ненормальным. Я бы хотел, чтобы он больше рефлексировал и генерировал, но, к сожалению, так складывается порою, что он генерирует меньше, чем мне бы хотелось. Я бы его хотел немножечко электрошоком ударить порой, но этот электрошок порой обходится мне в копеечку. Да не то, что в копеечку, здоровьем обходится. Иногда можно попросить товарища просто сжать кулачок. Да, по голове ударить, это самый легкий способ. И вот тебе искромет. Кстати, иногда ты просишь, это редко бывает в каком-то угаре, ударь меня. Нет, в моем случае это было редко, говорю как есть. Потому что ты пошел спать. Он подходит буквально вот так, ударь меня, ударь. И ты не знаешь, что с этим делать, но я не ударил ни разу. Слабак. Признаю, да. Может быть сейчас стоит? Самое время. Хуйней. Да. Ну ладно, я люблю. Нет, я люблю посильнее. Хорошо. Смысл в том, что смысла нет. Делаешь, ты делаешь, как я уже сказал, и будь, что будет. Чудно. Но может быть тогда… Главное делать не переставать. Нет, когда перестаешь делать то, что делаешь, вот там и начинаются проблемы. Лично у меня даже… Ну я не рефлексирую, не копаюсь, не беру Кирилла, отдельного соседа и не пытаюсь его в колбочках смешать с каким-то другим Кириллом. Я вот как играю в Skinhead Reggae, я так играю в That Meme. Как играл особые условия, так играл Lepers. Это fucking shit all the shame for me. Я, блядь, хуярю то, что мне нравится. И в целом я этим доволен. Если бы я этим доволен не был, я бы этого и не делал. А нахуя, типа мне вообще этим заниматься, если мне это не нравится. Мне не всегда нравится, может быть, на работу ходить. Но это деньги приносит. А вот музыкой заниматься мне нравится, и мне похуй, приносит это деньги или нет. Это просто денег очень много отнимает, поэтому это нравится. Это факт пожертвования. Это уже мазохизм. Я как раз говорил о страдании, о мучении. О страдании, мучении себя. Да. В какой-то момент понимаешь, что у тебя нет денег. То есть, ты как бы все на алтарь музея как бы положил. Все это там сгорает. И ты остаешься, знаешь, в нищете. И последняя ниточка трусиков горит. Да. И потом уже начинает ниточка трусиков гореть. В какой-то момент. Но в этом есть какой-то, я же говорю правду. По большому счету мы тратим на эту музыку больше, чем она способна нам принести. Знаешь, что такое энергетический баланс, что ли? Энергетический вампир. Да. Мы даем больше, чем получаем. И в этом и есть тоже такой момент мазохический. Любви? Акта любви? Это как бы когда я прошу врезать мне по голове, это то же самое, что давай запишем альбом. Давай запишем альбом на DTH Studio. Да, врежь мне по голове. Еще сильнее, чем лучше. Нам не заплатили за это упоминание, но тем не менее. В общем… Вырежете это. Да. Из моей печени. Это очень грустно. Я просто задумался о этих выстраданных годах. Ты же был там. Я был там какое-то время, но потом… Но потом ты предал нас. Я там пил мед, пиво пил. По устам текло, да в рот не попало. Все мы играли. Но самое главное, что должны помнить, вы дорогие мои невротики, сидящие и открывшие ротики, смотревшие на этот часовой марафон слов из слов. Уже час прошел, кстати? Практически. В общем-то, делайте зарядку, делайте то, что нравится, не жалейте ни о чем, отдавайте все полностью и не забывайте закапать глазки. Это был WebZin Vizin. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам, господа. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок